Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжаю серию о кризисах, кризисных явлениях. И мне говорят, ну а что же ожидается в будущем? Смотрите, дело в том, что я рассказал о тех кризисах, которые я пережил. Я пережил кризис краха социализма, то есть было тотальное перераспределение всех ресурсов, это первый кризис. Что надо было делать? Надо было делать, смотреть на те тенденции, которые побеждают, которые приходят на смену старым и на этом зарабатывать. Но следующий кризис был, я рассказывал про инфляцию. Инфляция была достаточно долго. И что надо было делать во время инфляции? Во время инфляции надо было очень просто вкладывать деньги. Только вы получали рубли, тут же надо от них избавляться, потому что они обесцениваются на глазах. То есть надо было первое вкладывать в доллары, второе вкладывать куда-то, в какие-то любые активы. Ну, например, я вкладывал, как типография у меня была, я вкладывал в бумагу, в расходные материалы и так далее. То есть чем быстрее вы избавляетесь, тем меньше вы потеряете. Вот что такое инфляция и гиперинфляция была. И инфляция и гиперинфляция сжирала наши деньги в банке, который мы хранили. Понимаете? Ну, потом о чем я еще рассказывал? О дефолте. А, об обмене денег, который произошел с изъятием. О дефолте я рассказывал. Вот. Почему я об этом рассказывал? Смотрите, сейчас все ждут кризиса. И кризис, который был связан с тотальной перестройкой, с переходом социализма к коммунизму, нам не грозит. Правильно? Правильно. Не надо ждать оттуда кризиса. Гиперинфляция. Все говорят, надо в доллары вкладываться, надо бегом. Потому что, ребята, вот именно то, что вы планируете сделать, оно и не произойдет. Вот в чем суть кризиса. Понимаете? Вот. Не произойдет дефолта. Почему не произойдет дефолт? Да потому что в то время, когда произошел дефолт, дефолт может произойти в Украине. Она сейчас должна Западу выше крыши. Понимаете? И у Украины бешеный дефицит госбюджета. В России, наоборот, профицит госбюджета России, друзья мои, дефолт не грозит. Можете не беспокоиться. Как говорят, песец подкрался незаметно, северный зверь наш. Вот. А откуда он может подкрасться? И я говорил, что, друзья мои, дефляция намного хуже, чем инфляция. Вы готовы к дефляции? Вы знаете, что такое дефляция? Мы не готовы к дефляции. И вот если песец к нам подкрадется в виде дефляции, вот это будет песец. Понимаете? То есть вы носитесь, покупаете доллары, не помогает. Доллар-то падает и рубль падает. Что такое дефляция? Давайте я немножечко поясню, что такое дефляция и что делать во время дефляции. Грозит она нам или нет, мы сейчас решим с вами вместе. Что такое дефляция? Это когда деньги не обесцениваются, а наоборот растут именно деньги. Понимаете? И чем она плоха? Смотрите. При инфляции цены растут. Поэтому надо бежать и избавляться от рублей, покупать что угодно. Растет доллар, растут цены на товары, растут цены на продукты. И мы привыкли к тому, что мы все ожидаем, говорим, цены непрерывно растут, цены непрерывно растут. Ребята, они не будут расти при дефляции, они будут падать. Чем это плохо? Друзья мои, это ужасно плохо, когда цены падают. Смотрите. Компания строительная строит квартиры. Она говорит, мы продадим квартиры и получим прибыль. А квартиры не продаются. А на квартиры цены снижаются. И потенциальные покупатели квартиры говорят, а не буду-ка я? Зачем я буду сейчас покупать квартиру, если я подожду, то есть я сейчас возьму ипотеку, да, пусть даже 10% годовых, понимаете? Я, зачем я буду брать ипотеку под 10% годовых, покупать квартиру, скажем, за 5 миллионов, если эта же квартира через год будет стоить 4 миллиона, а я возьму за 5 миллионов и 10% в год еще 500 тысяч каждый год платить. Нахрена? Нет, я отложу это дело. И не буду я брать квартиру. А автопроизводители производят машину, но цены на машины падают. Никто не хочет их брать. И значит, производители вынуждены снижать цены. И нахрена я буду брать машину сейчас в кредит, если я поезжу годик на старой, и через годик куплю новую дешевле, и, может быть, без кредита я поднакоплю деньжат. Понимаете? А зачем я буду брать, ну, не знаю что. Все. И поэтому, смотрите, производители в унынии во время дефляции, они производят товар, а покупатели говорят, подожду-ка я его брать. И что производители получают? Убытки. И поэтому акции производителей тоже падают. И акции тоже. Значит, мы, как клиенты фондового рынка, говорим, а подожду-ка я брать эти акции. Я их попозже возьму, когда они опустятся, а потом начнут подниматься. И уже банки будут бегать. Они говорят, мы снизили ставку по кредитам. Возьмите наши деньги. Берите. А клиент говорит, хорошо, я возьму ваши деньги. Я возьму ваши деньги, но зачем я их буду куда-то вкладывать? Я их положу в сейф и пусть они там полежат. А через годик я куплю то же самое, но подешевле. Помните, я рассказывал про нашу историю с Серегой. Примерно так же, только деньги можно было положить в доллар и через год отдать. А можно, так сказать, положить в сейф и отдать. Понимаете? И что делать во время дефляции? Ну, конечно, надо иметь запас денег, но и держать деньги в кэше. Либо вкладывать этот кэш куда? В те активы, которые будут расти. Это вот однозначно. Понимаете? Какие активы растут во время кризиса? Какие активы растут всегда? Ну, они как-то растут, понимаете? Но даже если активы растут медленно, это лучше, чем они падают. Тоже аксиома, правильно? Поэтому надо вкладываться в те активы, которые продолжают рост во время дефляции. Какие это активы? Ну, самый простой актив, который растет, это облигации. И самый надежный актив это ОФЗ. То есть вы вкладываете. Что такое ОФЗ? Те же самые деньги. Понимаете? Те же самые деньги. Да, они растут медленно. Да, они растут плохо. Но они растут. Те же самые облигации, вот, те же самые ОФЗ, только американские, там, бонды, евробонды. Это те же самые облигации, но в долларах. Ну, растут. Медленно, но растут. И куда еще люди вкладываются, когда кризис, когда есть какие-то вот такие явления? Люди вкладываются, но они начинают искать, говорят, а вдруг, смотрите, в центробанке все снижают ставки для того, чтобы опустить свои национальные валюты. Они все опускают их. И вот в чем дело. Да, сейчас я об этом чуть подробнее. Чтобы национальные валюты снизить, и чтобы тогда товары национальные становятся дешевле по себестоимости, и их начинают лучше брать на внешнем рынке. Почему Трамп требует от Китая, чтобы Китай укрепил свой юань? А юань говорит, ну, нам это не нравится. И отсюда все проблемы, потому что китайские товары получаются сильно дешевле, чем американские. Америка покупает, грубо говоря, весь мир покупает китайские товары. Или я не прав? Скажите, у вас есть что-нибудь китайское? Вы когда-нибудь покупали что-нибудь на Алиэкспресс? Это все китайское, друзья мои. Посмотрите, Made in China вы когда-нибудь видели? Почему? Потому что у Китая юань слабый. Все страны хотят ослабить свою национальную валюту. Трамп сейчас бьется своим ФРСом о том, что ФРС снижайте, снижайте учетную ставку. Но ФРС на это не идет. Об этом я еще буду говорить когда-нибудь. Чем это грозит? Смотрите. У Америки учетная ставка в данный момент 2% годовых. И там речь идет о каких-то 0,25%. Это уже многое. Это уже сильное снижение учетной ставки. И они снизили два раза уже в этом году по 0,25%. Но у них еще 2% годовых учетная ставка. А вот в Европе учетная ставка 0%. И если Европа еще ее снизит, то выясняется, что ставочки-то должны быть уже отрицательные. Да и у нас уже отрицательные ставки. Банки требуют ввести отрицательные ставки по валютным вкладам. Все оттуда. Друзья мои, мы движемся не в сторону инфляции, а в сторону скорее дефляции. Понимаете? А золото начало расти, кстати. Поэтому я пока не знаю, будет ли этот механизм реализован или нет. Смотрите еще раз. В Америке сейчас процентная ставка 2%. Еще есть куда снижать. В Европе уже некуда снижать. Европа катится в сторону дефляции. Япония находится в состоянии дефляции давно. Но в Китае есть куда снижать. В Китае темпы роста пока снизились. Китай еще не начал снижаться. Он растет. Он растет быстрее всех стран. Америка тоже начала снижаться. Она растет. Европа все еще растет. Мы очень мало растем. Но у нас учетная ставка 7% годовых. Грозит ли нам дефляция? Не знаю. Я надеюсь, что нет. Что Россия готова к этому кризису. Я надеюсь, что лучше всех. С точки зрения дефляции. Дефляция ударит по нам меньше всего. Потому что у нас есть ресурсы для того, чтобы с ней справиться. Вот что я хотел сказать. Ну, а куда вкладывать? Какие активы? Я думаю, что я еще буду подробно. Сейчас следим пока на самом деле. Пока ситуация развивается. Пока кризис не начался. Пока еще ничего не происходит. Я боюсь, что кризис будет достаточно длительным, может быть. А может и не длительным. Я не знаю. Я не знаю, когда он произойдет. Будет ли он вообще. Потому что, ну, как бы... А мы можем его и не заметить на самом деле. Потому что у нас учетная ставка снизится, скажем, до 4%. Еще есть куда снижаться, друзья мои. Вот им некуда. А нам есть куда. Поэтому я думаю, что страшного-то ничего и не произойдет. Но надо смотреть. И что бы я делал? Я бы рекомендовал, ну, во-первых, увеличить долю активов с гарантированной доходностью. И долю в активах, которые дают доходность даже при некотором снижении рынка. Вот я это сделаю сам в ближайшее время. Я это буду показывать. И, ну, я думаю, это мои мысли. Я вас не призываю к этому. Я думаю, что вот надо делать именно это. А согласны вы со мной или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как вы считаете, вот такие мои доводы имеют под собой какое-то основание или нет? И что вы думаете по этому поводу? Давайте обсудим вместе, что нас ждет в будущем. Какие у вас мысли по тому, что, ну, что-то прорисовывается, но пока еще не очень. Да и кризис, в общем-то сказать, еще не факт, что начнется даже в следующем году. Поэтому спасибо за внимание. Поэтому оставайтесь на моем канале. И поэтому поставьте, пожалуйста, лайк и колокольчик. До встречи. С вами был Демитков Юрий.